Ребята, привет! Сегодня, сегодня в пятницу в шесть вечера у Улбрака Сперлы встречаемся. Ребята из Кингаракса, Плявники, Пурчики, Саласпилс, Дрейлини, Улбрака, Упеслея, что там еще, Личи рядышком. Все встречаемся по какому поводу. Сегодня очередная встреча с застройщиками. Ребята будут строить мусоросжигательный завод. А теперь я расскажу, почему ты должен туда прийти. Вот то, что я сейчас скажу, это неофициальная информация и назовем это фейк и ложной информацией. Но я хочу, чтобы ты меня услышал. Значит, я не знаю, что это за парни. Говорят, что это структуры шкелы, шкелы их обслуживают. И там ситуация следующая. В Латвии хотят построить примерно четыре очень крупно мусорных сжигательных завода. Заводы строят таким образом, чтобы к ним были легкие железнодорожные, либо другие транспортные артерии, чтобы можно было легко проехать. Чтобы ты понимал, это примерно тысяча грузовиков с мусором в сутки. Это что-то в районе там триста, пятьдесят, четыреста тысяч тонн один завод будет сжигать в месяц. Это колоссальный просто ущерб нашей экологии. И этим дерьмом будешь дышать ты. Что происходит, я тебе сейчас объясню. Мусор в Европе дорогое удовольствие сжигать. А Латвия это страна с отличной экологией, которую мы пока еще не ценим. И у нас выбросы СО2, они просто ничтожные. То есть мы зеленая страна, и у нас квоты по выбросам просто гигантские. Так вот смотри, вся Европа, ну не вся Европа, какая-то часть Европы, какая-то часть Скандинавии будет заводить сюда мусор и сжигать этот мусор здесь, да? А мы как рабы, как быдло должны это проглотить, потому что это какие-то регулы Евросоюза, это какие-то нормативы. На самом деле это вранье, потому что Евросоюз не выделяет ни единого цента на эту аферу. Евросоюз против сжигания мусора. Это делают коммерческие структуры. То есть какая-то большая корпорация, у которых есть миллиард вложить в эту историю, они хотят из Латвии, из Латвии сделать свалку мусоросжигательного завода. И сейчас первый удар пришел на дрейлине. Механика удара следующая. Ребята, делюсь опять же необоснованными, а подозрениями. Структура депутатов такова, что они в принципе так или иначе за свою деятельность были связаны со структурой Мещелы. И вот таких депутатов оказалось больше всего в дрейлине, в стопене. То есть они легко продажные. То есть дав каждому депутату там по 150 тысяч евро, условно говорю, нет фактов, доказательств нет. Тысяч евро, и они ставят подпись. Самое паскусство этой ситуации в том, что это независимо. Это и националы, и Сасканя, и все другие единогласно подписались под этой историей. То есть, можешь себе представить? Единогласно подписались. Когда мы обратились в Саскане, типа, что, ребят, что же вы делаете? Вы же такие, блядь, ну, как бы против правительства, за народ. Помогите. Чекушин, в лице Чекушина сказали, Оллы. Следующее. Сасканя против структур Челы воевать не будет. Можешь себе представить какая-то колоссальная афера? Единственное, кто в эту историю ввязался, не факт, но вроде бы Росликов, вроде бы. Ну, скорее всего, нет, но вроде бы да. Конкретно Суверена Вара, Глория Грифцова из депутатов все. Можешь себе представить, что это за афера, что все эти партии отстрадируются от этого и отстраняются? И у нас сейчас единственная, наверное, в Латвии ситуация, когда народ вышел, вот тысяча народ, и сказал, что нет, ни хера, мы пойдем вплоть до отставки депутатов, мы будем драться до последнего. Даже если мы эту битву, сейчас в теории, говорю, проиграем, мы просто будем блокировать строительство этих заводов. И есть реальные мужики, которые могут за это и морду набить. Есть реальные юристы, которые готовы судиться. Люди скидываются своими деньгами, покупая профессиональных юристов, которые будут воевать и драться с государством. И мы сейчас уже боремся. Нас каждым днем больше и больше и больше. От тебя много не требуется. Если есть возможность помочь деньгами, помоги. Если нет, не надо. Просто приди сам физически и помоги. Просто твое присутствие. Показать нам, что у нас 10 тысяч человек, а этих несчастных депутатов, этих утырков, блядь, 20. Да мы их просто в говно сомнем, понимаешь? И у нас сейчас все получается. На сегодняшний день история такая, что людей, поддерживающих мусорный завод, три. Три человека. И понятно, что они какие-то неадекваты. А людей, которые против этого завода, тысячи. Тысячи. Нас уже 8 тысяч человек. 8 тысяч человек. И какие-то ушлепки сегодня в очередной раз соберутся в дрейлине Вулбрака Сперла. И будут нам рассказывать про диаметр трубы. Про то, как это безопасно. Про то, что у нас нет других выходов. В общем, нам будут ссать в уши. Я хочу, чтобы ты пришел и помог нам. У меня такая же ситуация. Видишь, я вкалываю, блядь. Просто вкалываю. И сегодня, придя с работы, я буду уставший и злой. И я должен идти не по кушателям к детям, а я должен в 6 вечера собираться там и драться за будущее своих детей. И ты, и я знаешь, кто такие депутаты, да? Это конченые сволочи. Ну, по большей части. Не будем это обсуждать. Вопрос в том, кто ты. Поднимешь ты свою задницу? Присоединишься ты к нам? Или нет? Уберка сперли сегодня в 6 часов вечера. Жду.